Ножи для леса Нож, соответственно, Бако Кто не знает, производит их Мора Соответственно, я много снимал видео про ножи Мора В частности, про компаньон И компаньон обычный, классический, из нержавейки Который в обухе 2,5 Он перегнал все прочие компаньоны от фирмы Мора Это из углеродки в обухе 2 И Heavy Duty, у которого потолще рукоятка И клинок 3,2 мм В общем, этот компаньон Еще Spark'а он обошел Этот, который с огнивом в рукояти В общем, номер один из компаньонов По моему мнению По резу прям вот он их всех Ну и не только Соответственно Человек один оставлял комментарий под каждым видео Я думаю, что вот этот нож Он гораздо интереснее по резу, чем компаньон Потому что он в обухе 2 мм Вот, можно посмотреть, он потоньше И, собственно, это та же Мора Ну, здесь что уж скрывать Это видно Все очертания те же И раньше Мора производила Такой же компаньон Назывался он как-то там Можете написать в комментариях Кто помнит Или если человек смотрит Так вот Он прям вот настойчиво утверждал Что вот этот нож, он вот номер один Все вот компаньоны Они в подметке ему не годятся Именно поэтому сейчас Я захотел разобраться И приобрел этот нож Сейчас посмотрим Что же лучше работает по дереву Бако Или Мора Компаньон Оба ножа абсолютно новые Проверка остроты на газете Компаньон Отлично Бако Идеально В общем, острота На хорошем таком уровне Что ж Давайте по ножнам Так, вкратце Раз уж интересно Вот Компаньон сюда В баковские ножны Да Правда, гремит он как-то Но-ка, наоборот Во Вообще Не так-никак не гремит Идеально Смотрится интересно Отдай А каждый в своих ножнах Как себя чувствует Компаньон Вот так он вообще не стучит Да и так Практически тоже Класс Бако Так стучит И так тоже Поменьше, правда В общем Компаньон поувереннее сидит В своих ножнах Что ж Пора приступить К строганию Ветки Вот Орех Пусть Бака Наверное Начнет Не терпится мне уже Посмотреть На что же способен Этот нож Хорошо строгает Ничего не могу сказать Компаньон Ну друзья Вот один раз Я им Застрогал Сейчас палку Ну это Небо и земля Какие куски Он отхватывает Этот нож По моим ощущениям Работает точно так же Как работал В свое время Когда я тестировал Два ножа Компаньона Один был из углеродки И второй Вот Который здесь Присутствует Нержавейка В углеродке Он тоньше 2 мм Как и здесь Вся разница Только в стали А заточка Угол примерно Такой же Вот Очень похоже Порезу На углеродку Нет Ну тут Чудес не бывает В общем Обычный компаньон Вот этот нож Баковский Который производит Та же Мора Он его только что И сделал Причем в одну калитку Просто вынес его Так что Вот тот человек К нему обращаюсь Который говорил Что вот этот прям нож Он прям супер какой Замечательный Отличный Я рекомендую вам Купить Компаньон Вот такой вот Классический Из нержавейки И сравнить Только тогда Вы сможете понять Что вы не правы Какие он щепки Чик И здесь Улетает Но вот такого И близко нет Вот максимально Сейчас попробую Срезать Сейчас даже Поближе сделаю Компаньон Очень наглядно Тестировать Нож дальше Да То есть Ковыряться Вот этим вот Кончиком Колоть что-то Рубить Я вообще Никакого смысла Не вижу Потому что Это Тот же самый Компаньон В углеродке Только в нержавейке Вот этот баку Ну Обувь здесь Скруглен Но Обработан Все равно Хуже Чем у Компаньона Из нержавейки То есть Если компаньон Из углеродки У него еще хуже Вот тут Обработка Обуха То есть Оставлено Больше Следов От вырубного Пресса Как вот Он его вырубил Этот клинок Здесь Чуть Получше Они вот Скруглили Но не идеально Опять же Все равно Видно что Остатки Присутствуют Вырубки По рукоятям Они одинаковые Потому что Это тот же Компаньон Только хуже В плане В плане реза Давайте Вам Расскажу Еще Историю Человек Утверждал Тоже Что на кухне Этот нож Прямо Вот он Режет Ничего Не колет В общем Вот такая Конфетка Мои ощущения Этим ножом Конечно Я на кухне Особо ничего Не резал Вот Просто попробовал Один раз Морковку Все то же самое Что Компаньон Из углеродки А про компаньон Из углеродки Я прям могу Рассказать Я его На кухне Эксплуатировал В командировке Месяц И я им Готовил все Я им и мясо Резал И суп Готовил Когда вот Нарезал Продукты Для супа Потому что Другого Заточенного Ножа Там попросту Не было То есть Там были кухоньки Но они были Вообще Тупые Ужасно Точилки У меня с собой Не было У меня был Только мусат А мусатом Заточить То что Затупилось Даже керамическим Это невозможно И вот Я как-то Готовил супец И нарезал Им морковь Можно сказать Вот им На самом деле Это был Компаньон Из углеродки Так вот Кругляшки Вот эти Моркови И то Там Они не совсем Были кругляшками Поскольку Морковь Я располовинил В общем Эти половинки Они отлетали Некоторые На полметра Это К слову О том Что он Идеально режет На кухне Все это Чушь Полнейшая Скандинавский Спуск По твердым Продуктам Не может Идеально резать Вообще Не может Это Не заложено В его геометрию Он хорошо Только работает По дереву И то Если у него Бывает Вот Безоговорочный Победитель В тесте Баку Кому Нравится Компаньон Из нержавейки Но Чтобы он был Вот Два миллиметра Можете Приобретать Конечно Баку Но Если я Выбирал бы Из этих двух Ножей Мой выбор Прямо Однозначно Вот Компаньон Нержавейка Классический Из всех Компаньонов Что показали И тесты Это лучший Компаньон Там Цвет Не важно Какой Песчаный Или любой Другой Но Вот Если Компаньон Нужен Откровенные Мои рекомендации Искренние Вот этот Нож Все Остальные Ножи Они Ну Вот В тонком Вот таком Исполнении Я вообще Не знаю Зачем Если Есть Такой Heavy Duty Это Для более Тяжелых Работ Что-то Ковырять Там Ломать Кому Это Надо Да Вот Есть Такой Вариант Но По резу И По Сбалансированности Всего Что Есть В Компаньоне Лучше Вот Этой Классики Как Я ее Называю В Нержавейке На Мой Взгляд Еще Не Придумали Как То Вот Так Что Касается Работы С С Огнивом Эти Оба Ножа Они Не Ра Бо Тают Совсем Не Работают Потому Что Здесь Сняты Фаски То Есть Они Просто Скользят И Ничего Тут Не Высекается Если Вы Хотите Чтобы Один Из Этих Ножей Работал В Тандем С Огнивом Самое Простое Это Взять Кресало И Поджечь Огниво Про Это Огонь Кто Конечно Умеет Может Вот Это Безобразие Переточить И Соответственно Пользоваться Обухом Ножа Но На мой Взгляд Кресалом Проще Это Все Делается Кора Прилипла Деготь В Коре Так что Чудесно Не бывает С огнивом Обух Ножа Этого Не работает У некоторых Вот Вот Эта Маленькая Часть Обуха Вот Здесь Она Заострена И Можно Как-то Высчет Кру Но Я Не рекомендую Потому что Очень легко Попасть Кончиком И Соответственно Его Либо Сломать Либо Погнуть Самый Вот Вот Этот Кончик Где Буквально Миллиметр Или Даже Его Какие Доли Не рекомендую Вот Вот Так Либо Так И Все Будет Работать Не знаю Нужен ли Итог Если Только Крохотный В Общем Тест Он Показал Что Классический Компаньон Превосходит В резе По дереву Нож Баку Сделанный Той же Морой Может быть Даже Поэтому Мора Отказалась От этой Модели Так Как Мне говорили Что Раньше Они ее Выпускали И под Своим Брендом Когда Есть Такой Нож То Бака Не Нужен Соответственно Если У кого-то Есть Нож Бака И он Его Сравнивал С Морой Напишите Пожалуйста В комментарии Ваше Впечатление Быть Может Я Не Прав Но Мне Кажется Что Все Так Очень Наглядно Тест Продемонстрировал Мою Правоту Наверное Даже Больше И говорить Тут Не о чем В общем Ваше Мнение Жду В комментариях Надеюсь Видео Было Интересным Информация Была Полезной Увидимся На канале Всем Удачи Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует